На улице Луганской молодые люди открыли огонь по живым мишеням. Целились в двух котов, гуляющих по балкону, а попали под административную ответственность. Главным доказательством хулиганства станет видео с камеры наружного видеонаблюдения. Подробнее Дмитрий Егоркин. Поднялись вот сюда, здесь остановились, увидели котов, получается, начали стрелять. Вот, получается, вот наш балкон. Его обычно тихий двор вдруг превратился в тир, возмущается Дмитрий. Вечером здесь тренировались в меткости двое неизвестных, палили по окнам. Больше всего не повезло молодому человеку, на его балконе вылетели стекла. Причем стреляли хулиганы по живым мишеням, сидящим на подоконнике кошкам. Тепло на улицу было, выпустили погулять. В Союз, видимо, они привлекли их внимание. По ним и стреляли, по котам. Вышел, посмотрел, два балбеса стояли на крыше паркинга с пистолетом. Крикнул, смотрелся и побежал за ними. Вышел, думать, уже не было никого. Хулиганы стреляли минимум два раза. Практикуясь в баллистике, пострадавшие выяснили. Судя по отверстиям в стене и пулям, стреляли из травматического пистолета с парковки напротив дома. К счастью, цель молодчиков – два кота делались испугом. На балкон они теперь выходят с опаской вместе с хозяевами. А те собираются делать ремонт. На замену окон придется потратить несколько тысяч рублей. Крайне неприятно. Да, то есть просто становится страшным. Ведь смогли стоять люди на балконе. И просто если они ходят по улице с пистолетом, они могут завтра начать стрелять в людей ради развлечения. Орловы обратились в службу безопасности дома. Многоэтажка оборудована системой видеонаблюдения. В объектив камеры попали подростки, расхаживающие по двору с пистолетом. Сейчас эти кадры уже изучают в полиции. Изучается видеозапись. Предположительно, двое несовершеннолетних лиц с пневматическим оружием в виде пистолета. Которые будут в дальнейшем установлены и привлечены к ответственности. Если стрелков поймают, их поставят на учет. А родителям выпишут серьезный штраф. Кроме того, хозяева квартиры собираются потребовать от них и компенсацию ущерба. Как материального, так и морального. Дмитрий Егоркин, Новости 41-го канала.